5 ноября 2003 года Ирак. После нескольких дней безуспешного штурма стратегически важного города Басра, командование США бросило в бой танки Абрамс новейшей модификации. В состав брони этих машин был введен обедненный уран, что по мнению специалистов делало их неуязвимыми. Совершенно неожиданно они были атакованы управляемыми ракетами. Совершенно секретно. 10 ноября 2003 года. Вашингтон, секретарю Госдепартамента США. Против наших танков используются неизвестные ранее противотанковые средства. По неподтверденным данным, это оружие российского производства, командующие экспедиционными силами. Вскоре Госдепартамент США опубликовал список современного российского оружия, якобы поставленного Ираку в нарушение санкций ООН. Почетное первое место в нем занимал противотанковый ракетный комплекс «Корнет» – новейшая разработка Тульского КБ приборостроения. Это прекрасный отзыв американцев о нашем комплексе. То есть они его боятся. Они считают его единственным сейчас надежным средством поражения самых современных танков. Потери неуязвимых танков, разработкой модернизации которых обошлась американским гражданам миллионы долларов, заставили администрацию США искать способы оправдаться. Вслед за действующими войсками шли специально созданные подразделения, главной целью которых был поиск современного оружия, якобы поставленного в Ирак из России. Американцам так и не удалось представить в доказательство ни одного комплекса «Корнет». В конце концов, им пришлось признать, что самые современные танки были подбиты устаревшими советскими ракетами «Фагот», поставленными Иракской армией задолго до введения санкций. «Фагот» был первенцем отечественного управляемого оружия, созданного в КБ приборостроения под управлением Аркадия Шипунова. И сегодня мы расскажем таинственную историю рождения оружия, способного на дальности 5 километров одним выстрелом уничтожить самый современный танк. И это новейшее российское оружие, от которого не существует защиты. Соло для Фагота 5 декабря 1941 года. В 12 часов 15 минут началось знаменитое контрнаступление советских войск под Москвой. К вечеру передовая линия обороны гитлеровцев была фрорбаком. В течение последующих дней штаб объединенного германского командования получал тревожные донесения. Особенно будоражили слухи о русских танках Т-34 и КВ. Там, где они появлялись, царила паника. Когда я оказался в России на нашем танке Т-3, после первых боев стало понятно, что с 34-кой лучше не связываться. Гитлер в ярости обрушился на своих генералов. Где же хваленые пушки Круппа, пробивающие любую броню? Где стальная мощь немецких танков, считавшихся непобедимыми? Фюреру нужно было новое противотанковое супероружие. Секретно. 20 марта 1942 года. Берлин. Адольфу Гитлеру. Мой фюрер. В авиационном исследовательском институте получены впечатляющие результаты по малогабаритным реактивным пиктям. Руководитель лаборатории ракетного вооружения доктор Крамер заверил меня, что они вполне пригодны для создания противотанкового оружия необычайной эффективности. Имперский министр вооружения Шпепасов Альберт Шпеер. Немецкий конструктор и ученый Макс Крамер разработал первый в мире ПТУ. Противотанковую управляемую ракету Х-7. Роткапфен. Красная шапочка. Ее испытания прошли уже в сентябре 1944 года. Бронепробиваемость составляла 200 мм, что было в два раза больше, чем защита самых тяжелых танков того времени. Однако новое оружие оказалось слишком дорогим и сложным к применению. До конца войны было выпущено около 800 ракет, но в боевых действиях их так и не использовали. На долгие 20 лет о них забыли. Любая техника должна созреть, набрать силу, устранить внутренние противоречия, сформироваться. Ну и в том числе она должна стать доступной для массового производства. Именно Аркадию Шипунову удастся устранить главные противоречия ПТУ и превратить их в массовое и эффективное оружие. А в 1944 году, когда немецкие ракеты проходили первые испытания, он ждал повестку на фронт. Но его судьбу круто изменило объявление о наборе в Тульский механический институт. Название специальности заворожило мальчишку военных лет своим фантастическим звучанием – автоматическое оружие. Попасть в институт оказалось далеко не самым трудным. Из 240 человек, поступивших в один год с Шипуновым, диплом получат только 39. Остальные уйдут, не выдержав испытаний послевоенного лихолетия. В 1947 году в Советском Союзе отменили продовольственные карточки. Студент-отличник Шипунов стал получать повышенную стипендию – 600 рублей. Тогда на эти деньги в буфете Аркадий мог себе позволить купить 150 бутербродов с красной икрой. Один бутерброд стоил тогда 37 копеек. Или 10 килограммов черной икры. И это всего через два года после самой разрушительной войны. Вот так государство тогда относилось к своим будущим специалистам. В 1952-м, после окончания института, Аркадия Шипунова направили в ЦНИ-ТОЧМАШ – главное научное учреждение, занимавшееся стрелково-пушечным вооружением в подмосковном городе Климак. Там он сблизился с Василием Грязевым, которого знал еще студент. Василий Петрович мечтал в то время создавать пистолеты. В те времена, вы знаете, исторически были приняты два образца сразу на вооружении нашей армии – пистолет Макарова и пистолет Стечкина. Я услышал от Аркадия Юрьевича более чем такую практическую мысль. Он сказал, не может быть, что можно было сделать сразу после принятия двух таких распрекрасных образцов что-то новое. И вот это вот практическое такое соображение, оно на меня подействовало, я бы сказал, фатальным образом. Я забросил пистолет. Василия Грязева и Аркадия Шипунова на всю жизнь связала дружба и совместная работа. Именно Шипунов увлек Василия Петровича созданием автоматических пушек. Позже изделия с литерой ГШ, Грязев Шипунов, станут синонимом потрясающей эффективности и надежности. Но тогда артиллерийская тема оказалась под запретом. Февраль 1957 года. На совещании в бюро ЦК КПСС по РСФСР Никита Хрущев выступил с лозунгом об увеличении производства мяса и молока в несколько раз. Стремясь угодить высокому начальству, в стране под нож пошли племенные стада. Столь же решительно в Советском Союзе проходила масштабная военная реформа. Секретно. 29 октября 1957 года. Москва. Министру оборонной промышленности СССР Дмитрию Устинову. Сейчас это уже подтверждается практикой, жизнью, что старое вооружение, базирующееся на классической нарезной артиллерии, устарело. Оно не отвечает современному уровню науки и техники. И поэтому должно уступить место новому виду оружия, которое получено в виде ракет. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. По приказу свыше в Климовском институте срочно создается направление новой техники, руководителем которого назначили заместители главного инженера института Аркадия Шипунова. Надо сказать, меня перекинули насильно. Я очень переживал, и даже полтора года я был больной. И как будто из меня вынули кости. А потом я почувствовал вкус к той технике. Совершенно секретно. 20 ноября 1957 года. Москва. Начальнику главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР. По агентурным данным, в Германию прибыли специалисты 40-й ракетной группы полевой артиллерии армии США. В их задачу входит оборудование позиций оперативно-тактических ракет «Редстоун» с дальностью пуска около 400 километров. Ракеты этого класса способны нести атомные боеголовки. Начальник 4-го управления Главного разведывательного управления Генерального штаба СССР. Продолжая вынашивать планы нападения на Советский Союз и страны социалистического лагеря, империалисты непрерывно повышают ударную силу своих сутопутных войск за счет оснащения их ядерным оружием и танками. Главной ударной силой в атомной войне должны были стать танки нового поколения, быстроходные, стреляющие на ходу и защищенные от радиации. Во время Великой Отечественной войны задачу борьбы с бронетехникой выполняла артиллерия, но, как показал опыт, расчеты орудий сами оказывались уязвимыми. Для того, чтобы провести броню танка, надо выстрелить в упор. Для того, чтобы выстрелить в упор, надо стать поближе к переднему краю. Вот на этой 45-ке, которую на фронте называли «Прощай, Родина». Стояли всегда, ну, где-то метров 50, самое большое, от передних траншей. В конце 50-х советской армии требовалось оружие, способное поражать танки на большем расстоянии. Вот тогда и вспомнили о немецком опыте. В коломенском КБ машиностроения под руководством блестящего ученого и конструктора Сергея Непобедимова был создан первый отечественный «Туршмель». В 1960-м году его показали Никите Хрущеву. Увидев, как ракеты уничтожили все мишени, он пришел в неописуемый восторг. И сразу же отдал приказ. Всем конструкторам – ленинскую премию. Однако «Шмель» практически повторял немецкую «Х-7» и был крайне несовершенен. Оператор не только следил за целью, но и управлял ракетой, что сильно сказывалось над точностью. В конце 60-х в Москве появились вот такие детские игрушки. Несколько лунок и шарик, который нужно было с помощью наклонов доски загнать в эти лунки. Однако мало кто знает, что по сути это была настоящая военная разработка. По такому принципу были созданы первые механические тренажеры наводчиков противотанковых управляемых ракет «Шмель». Управляя наклоном плоскости с помощью рукоятки, нужно было провести металлический шарик по одной из этих дорожек. Теперь вы видите, насколько это сложно. А на поле боя под огнем противника применение столь сложного в управлении оружия и вовсе делало его малоэффективным. В Климовске под руководством Шипунова как раз и пытались нащупать новые подходы к созданию систем управления противотанковых ракет и добились заметных успехов. Но судьба снова сделала крутой поворот. В 1962 году Аркадию Георгиевичу предложили возглавить Тульское КБ приборостроения. Это предприятие было известно своими разработками в области автоматических пушек и пулеметов. В годы войны ими были оснащены более 80% всех советских самолетов. Однако ракета «Мания», поразившая руководство страны, поставила прославленный конструкторский коллектив перед угрозой закрытия. Это был типичный перегиб. Хотя он в стране достаточно дорого обошелся. Аркадий Шипунов застал коллектив КБ приборостроения в тяжелом положении. В это время там шла работа над переносной противотанковой ракетой «Пол». Ее возглавляли два выдающихся конструктора пистолетов – Николай Макаров и Игорь Стечкин. Но в области управляемого оружия они были новичками. Их конкурентом тогда был никто иной, как создатель первого советского ПТУРа Сергей Непобедимый из коломенского КБ машиностроения. Его образец получил название «Малютка». Точку в споре двух КБ поставили испытания, проведенные в 1963 году в присутствии главы государства Никиты Хрущева. «Малютка» поразила все мишени. А тульская ракета «Овод» свечой ушла в небо и упала где-то в лесу. Провал противотанковой ракеты «Овод» на конкурсе стал серьезным ударом для коллектива Шипунова. Тогда мы собрались, группа проигравших, я помню, в моем кабинете. Ну и я, конечно, имея уже в виду определенные намерения, все-таки спросил, я говорю, так что будем делать? Ну они сказали, бороться будем. Малютка использовала все тот же принцип сложного ручного управления, что приводило к частым промахам. Аркадий Шипунов решил одним махом устранить проблемы ПТУРов первого поколения. Вот тогда и пригодились исследования, проведенные в Климовском институте. Тогда мы выдвинули идею переходить на комплексы второго поколения. Там, где человек освобожден от обязанностей пилотирования ракеты. Он только наблюдает за целью, а ракету полностью ей занимается автоматическая система управления. Однако ни военные, ни промышленность, только что запустившие в производство малютку, не хотели начинать очередную затратную разработку. Чтобы переубедить руководство, Аркадий Шипунов обещал создать образец всего за два с половиной года, 50-летнему юбилею революции. Напористость генерального директора понравилась руководству оборонной промышленности. Шипунову не только разрешили начать работы по созданию ПТУРа, но и поручили важное правительственное задание. Американские агрессоры усилили варварскую бомбардировку территорией Демократической Республики Вьетнам. Эта разбойничья стратегия, разработанная генералами Пентагона, одобрена президентом Соединенных Штатов Америки. Правительство СССР, считавшее Северный Вьетнам своим стратегическим союзником, готовилось оказать ему масштабную военную помощь. Но прежде нужно было убедиться в превосходстве нашего оружия. От этого зависел авторитет Советского Союза среди других стран. Секретно. 20 сентября 1964 года. Ханой. Военному атташе при посольстве СССР в Демократической Республике Вьетнам. Группа представителей промышленности вылетела к вам. Обеспечьте доступ к трофейной технике и охрану. Об исполнении доложите. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, маршал Советского Союза Захаров. Аркадий Шипунов вместе с другими специалистами был срочно командирован для изучения американской техники, захваченной вьетнамскими партизанами. Сразу после возвращения из Ханоя его вызвал секретарь ЦК по вопросам обороны Дмитрий Устин. Секретарь ЦК по оборонке величина громадная. Ну, а я кто был еще? Так, грубо говоря, пацан. Он пригласил меня на собеседование. Говорит, ну, расскажи, что ты там видел. Говорю, Дмитрий Федорович, а на каждом американском самолете, тем не менее, стоит пушка. А у нас нет. У нас пушки сняли с самолетов. И вообще эти направления работ закрыли. Он так хитро поглядывая на меня своими голубыми глазками говорит, и кто ж это такой закрыл? Ну, я в то время уже был достаточный дипломат, чтобы мне сказать, так это вы же и закрыли. Я говорю, Дмитрий Федорович, закрыть это много специалистов найдется. Вот кто бы нашелся, кто бы открыл. Через три месяца после разговора с Дмитрием Устиновым вышло постановление Совмины СССР о восстановлении работ по артиллерии. В КБ приборостроения срочного создали отдел автоматических пушек. Был только один специалист, которому Шипунов мог доверить это направление. Василий Грязев. И вскоре тот переехал из Климовска в Тулу. Мы соавторы всех разработок стрелково-пушечного вооружения. Я просто исполнял там роль главного конструктора. Ну, кто-то должен быть главным. Благодаря Василию Петровичу очень скоро на советских самолетах появилось мощное пушечное вооружение. По мере сил ему помогал и Аркадий Георгиевич. Но основное его время уходило на создание нового противотанкового комплекса. Вот когда решаются технические проблемы, всегда бывает легко и ясно, когда ты к ним не приступил. И второе, когда ты их закончил. А вот есть очень плохой период, это между, когда ты их решаешь. В новом комплексе предполагалось использовать несколько важных новшеств. Например, транспортно-пусковой контейнер в виде трубы. Именно из-за него в тур получил свое музыкальное название «Фагот». Но прежде всего, молодому генеральному директору нужно было завоевать доверие своих специалистов. И это порой требовало не меньше изобретательности, чем решение технических задач. Главный конструктор комплекса «Фагот» знаменитый оружейник Николай Макаров настаивал на изготовлении пускового контейнера из металла, а не из пластмассы, как предлагал Шипунов. Один прекрасный день появляется у меня в кабинете, в руках у него труба стальная, тонкостенная, такая красавица. Я беру в руки легкое, грамм 800, наверное. Он говорит, «Во, какое чудо природы сделал!» Ну, поскольку я все равно был противником этого дела, думаю, какой убедительный способ придумать, ему показать, что это плохо. Ну, и пришла в голову мысль, я положил эту трубу на пол и на нее вспрыгнул. Ну, вес у меня тогда поменьше был, чем сейчас. Ну, все равно приличный вес был. И труба прогнулась. Так вот. Я без слов поднимаю, я подаю Николаю Федоровичу. Не получилось. После этого случая Николай Макаров стал одним из самых горячих сторонников Аркадия Шипунова. Именно благодаря Николаю Федоровичу были решены многие сложные проблемы фаготы. Например, долго не удавалось найти способ размещения ракеты с большими крыльями в узком пусковом контейнере. Макаров предложил сделать их из специального материала, благодаря которому крылья распрямлялись в полете без всякого механизма под действием собственной упругости. Проблемы поджидали конструкторов в любом, казалось бы, самом примитивном узле. Ракета управлялась по кабелю. Для ее точного наведения в цель внутри нужен был мощный источник инфракрасного излучения, в качестве которого сначала использовали обыкновенный пороховой трассирующий заряд. Но вскоре выяснилось, что шлак от его горения пережигает провод управления. Пришлось конструкторам разрабатывать вот такую электрическую лампу. Она выдерживала колоссальные перегрузки и имела специальный фильтр, пропускающий только тепловые лучи, что исключало ослепление наводчика. И самое главное, она не пережигала провод управления. Параллельно в смежных институтах шла разработка других важных составляющих комплекса. Создание боевой части Шипунов поручил Анатолию Калистову, с которым познакомился еще при создании ОВД. Аркадий Георгиевич поставил перед ним трудную задачу. Обеспечить пробивание брони современных танков НАТО при очень малых габаритах и весе заряда. За каждый грамм сэкономленного веса сначала платили по рублю, потом, чем дальше уменьшалось и чем труднее это становилось делать, платили по 3 рубля, потом по 10 и так далее. Группе Калистова удалось найти множество оригинальных решений, которые до сегодняшнего дня применяются при создании кумулятивных боеприпасов. Однако в 1967 году, в канун начала комплексных испытаний Фагота, с полигона неожиданно сообщили, что боевая часть не показала расчетной бронепробиваемости. Сроки правительственного задания оказались под угрозой срыва. Тогда специалисты, шаг за шагом, проверили весь процесс изготовления на заводе и, наконец, обнаружили причину. Из-за нарушения технологии в мельчайшие зазоры, практически невидимые глазу, попадал клей. Сейчас, когда мне приходится читать лекции студентам по проектированию боеприпасов, я всегда повторяю, что в боеприпасе нет неважных вещей. Любая прокладка, любой сбег резьбы, любая фаска, она играет свою предназначенную только ей роль. И влияет по существу на надежность нашего оружия. А надежность нашего оружия – это вера солдата в это самое оружие. Однако проблемы на этом не закончились. Самой острой из них стало создание аппаратуры полуавтоматического наведения. Еще в самом начале проектирования фагота в министерстве Шапунову предложили обратиться в институт, возглавляемый, очень авторитетным у советских партийных руководителей, ученым. И вот они взялись нам сделать аппаратуру. Ну и дело это они загнали в тупик, потратили громадное количество денег, а главное – времени. И главное, что совершенно не решили. И мы оказались уже накануне выхода на госиспытание у разбитого корыта. 7 ноября 1967 года на Красной площади состоялся грандиозный военный парад, посвященный 50-летию Октябрьской революции. А в это же время на самом высоком министерском уровне решалась судьба руководителя Тульского КБ Аркадия Шапунова, не выполнившего обязательства сдать новый комплекс к юбилею. Положение усугубила недавняя шестидневная война на Ближнем Востоке. Противотанковые ракеты «Шмель», которые были на вооружении египтян, оказались малоэффективными. Ну, естественно, меня чуть не сняли с работы с этой и так далее. Ну, и сняли бы, наверное, просто не нашли ни на кого заменить. 1969 год стал завершающим в создании Фагота и самым трудным для Шапунова. В КБ зачастили московские проверяющие, отнимавшие массу времени и сил. Наконец терпение Аркадия Георгиевича лопнуло. Он приехал в оборонный отдел ЦК, потребовав убрать комиссии и дать три месяца спокойной работы. Время Шипунову дали. Впрочем, предупредили, что больше задержек не потерпят. Однако коллектив конструкторского бюро приборостроения уложился в срок. В конце сентября закончились предварительные испытания Фагота. Их результаты ошеломили военных. Комплекс практически не имел мертвой зоны. Вероятность попадания составляла около 90%. Не менее удивительным было и то, что необученные расчеты после короткого объяснения успешно поражали цены. Но это была победа, доставшаяся дорогой ценой. Когда закончили мы этот Фагот, конечно, я был как выжатый лимон. Первое, что я пошел, это лечить зубы, потому что за это время я не смог обращаться к врачу. Значит, мне девять зубов сразу выдернули. Это вот моя была цена за Фагот. В 1970 году новый ПТУР был принят на вооружение. Четыре ракеты переносили два солдата, в то время как третий нес пусковую установку и прицел. В боевое положение Фагот переводился всего за 26 секунд. Еще шла процедура постановки на вооружение Фагота, а Тульское КБ уже приняло участие в конкурсе на разработку ПТУРа ГОБОЙ повышенной дальности с полуавтоматической системой наведения. Борьба между конструкторскими бюро разгорелась нешуточной. Не обошлось без интриг и административного давления. Но коллектив КБ приборостроения находился на таком творческом подъеме, что с блеском выиграл и это соревнование. В честь победы Тулики даже переименовали свое изделие из ГОБОЯ в конкурс. Тогда был министром обороны Гречко. Ну, я считал его в какой-то мере, ну, уж слишком военным человеком. Мне не хотелось говорить солдафоном. Ну, крепкий такой, военный человек. Но меня поразило, что вот он отнесся к этим разработкам нашим очень хорошо. И он прям принял решение довооружать боевые машины и сказал, ну, вы представляете, что это такое? Это сидит солдат под кустом и с расстояния 4 километра бьет любой танк. В разработку погоды и конкурса значительный вклад внесли Рудольф Пурцин, Лев Захаров и Василий Тихонов. Коллектив был отмечен тремя государственными премиями, правительственными наградами. А Аркадию Шипунову было присвоено звание Героя социалистического труда. Но еще более важной была оценка военных. Я скажу, впечатление очень приятное. Когда выполнил задачу и поразил цель, значит, такое внутреннее удовлетворение. Можешь выполнить задачу из этого образца оружия. А так как через мои руки прошло очень много образцов, как бы, задач выполнял и индивидуально, и в составе частей, подразделений, вот я скажу, что противотанков и управляем ракетной комплексой это серьезное оружие. 3 апреля 1982 года в Лондоне был убит израильский посол. Хотя официальное расследование не смогло доказать причастность к теракту организации освобождения Палестины, Израиль начал подготовку к широкомасштабной войне на территории Ливана, где находились военизированные лагеря палестинцев. Секретно 3 мая 1982 года Москва заместителю министра обороны маршалу Советского Союза Соколову. На вооружении израильских механизированных дивизий выступили современные танки Чифтен английского производства, американский М60М2 и Меркава собственной разработки Израиля. Предлагаю рассмотреть вопрос о срочной поставке наших ПТУР, Фагот и Конкурс для сирийского военного контингента в Ливане. Главный военный советник вооруженных силах Сирийской Арабской Республики генерал-полковник Григорий Яшкин. 9 июля 1982 года в долине Бекаа, через которую пролегал кратчайший путь к Дамаску, разыгралось одно из самых масштабных сухопутных сражений в регионе. За несколько дней боев в турами Фагот и Конкурс было подбито более 150 танков. То есть в три раза больше, чем было уничтожено сирийскими артиллеристами и танкистами. Понеся значительные потери и не достигнув главных целей своего наступления, Израиль вынужден был начать переговоры. Противотанковые комплексы второго поколения Фагот и Конкурс показали себя эффективным оружием не только против танков. Они применялись для поражения всех видимых на поле боя целей. Единственной проблемой оставалась слишком высокая цена ракеты. Чтобы решить ее, Аркадий Шипунов вновь обратился к своим бывшим коллегам из Климовского института. В основу нового Птура Метис была положена уникальная точность аппаратуры наведения Фагота. При такой высокой точности выделения координат появилась возможность выделять крен ракеты Метис на земле, что существенно упростило бортовую аппаратуру ракеты Метис, в которой отсутствует гироскоп и источник питания. Ракета Метис очень дешевая. Метис способен поражать цели на дистанциях до полутора километров, то есть за пределами эффективного огня обычного стрелкового оружия. Переносные Птура очень мобильны. Во-первых, мы можем использовать их пожалуйста тот же самый вьючный транспорт, вьючный животный, ишак, лошадь, верблюд. Мы можем использовать на велосипедах, на мотороллерах, на мотоциклах, на автомобилях. То есть тем самым мы можем мы мобильны, можем это делать на очень высоких скоростях. Высокая эффективность Птуров заставила конструкторов бронетехники искать с конца 80-х на танках появились средства постановки активных помех для систем наведения противотанковых ракет. Их принцип был основан на использовании мощного источника инфракрасного излучения, в котором ослеплялась прицельная аппаратура. В Тульском КБ приборостроения был разработан помехоустойчивый комплекс третьего поколения Корнет. Ракета Корнет летит по лазерному лучу и спускаемому прицельной аппаратурой. При этом фотоприемник, позволяющий ей контролировать свое положение в пространстве, обращен к своим войскам, что делает его абсолютно невосприимчивым к активным помехам со стороны цели. Благодаря использованию различных боевых частей, Корнет способен поражать все виды бронетехники, включая танки с активной броней, а также наземные укрепленные сооружения Доты и Дзоты, позиции тактических и зенитных ракет, авиационную технику на аэродромах и даже небольшие морские суда. В комплексе Корнет принцип вижу-стреляю, характерный для ПТУРа второго поколения, доведен до совершенства. В прицеле предусмотрена изменяемая степень приближения, как на видеокамере. Благодаря использованию тепловизора можно стрелять ночь. Комплекс Корнет действительно очень прост в работе, но каждый выстрел, управляемый ракетой, стоит более 300 тысяч рублей. Поэтому для обучения операторов конструкторы создали компьютерный тренажер, точно повторяющий все элементы управления комплекса Корнет. Посмотрим, как он работает. В качестве тактической задачи мы выбрали атаку, одного танка противника с дистанции 2500 метров. Итак, обнаруживаем цель, производим пуск и с помощью поворотных рукояток удерживаем перекрестие визира на цели. Есть попадание и есть экономия государственных средств. Установка комплекса Корнет на легкую бронетехнику резко повысила ее возможности. Например, БМП-2М, оснащенная четырьмя пусковыми установками, по могуществу выходит на уровень лучших боевых машин пехоты, в том числе современной американской М2 Брэдли. А по возможности поражения танцев и других целей управляемой ракетой имеет явное превосходство. Полет ПТУРа, я вам так скажу, как человек влюбленный в свою профессию, это просто песня. Это надо видеть. Надо видеть этот огненный шар над зеленым полем. Надо видеть это голубое небо. Надо чувствовать рукоятку на пульте. Знать, что твоему желанию подчиняется ракета. Вы можете практически я не знаю как летчик настоящий наверное. Вы чувствуете себя в эти секунды необыкновенно хорошо. 2003 год. Во время рабочего визита в Тулу президент России Владимир Путин посетил Тульское КБ приборостроения. Аркадий Шипунов вот уже более 40 лет возглавляющий это предприятие с гордостью рассказывал президенту о его истории и нынешних успехах. Коллектив КБП это серьезный коллектив со своими традициями серьезными. Аркадий Гой Шипунов он как генератор в этом коллективе. Сегодня КБ приборостроения ведущий отечественный разработчик в области управляемого и высокоточного оружия для сухопутных войск. предприятие рекордсмен по числу систем принятых на вооружение. Более 130 визов. Тульское КБ приборостроения одно из немногих предприятий военно-промышленного комплекса сумевших быстро адаптироваться к рыночным условиям. В 2004 году объем его продаж достиг 347 миллионов долларов и это при том что госзаказ не превышает одного процента этой суммы. значительную часть заработанных денег предприятие тратит на исследовательские работы. Аркадий Шипунов уверен, что только так можно обеспечить будущее своего предприятия, а современную российскую армию лучшим в мире оружием. А сам он, несмотря на свой почтенный возраст, является эталоном высочайшего интеллекта и работоспособности. 55 часов в неделю то я работаю, а мои замы работают еще больше. И главное, они понимают, что вместе мы представляем силы, и мы не должны уступить, потому что это авторитет фирмы подмачивает. Так несколько раз ты сделаешь, и с тобой перестанут считаться. Слава Богу, с нами считаются и в России, и за рубежом. Абонирус, Абонирус, и за рубежом. Абонирус, Редактор субтитров А.Семкин